Потому что финская школа Капья, конечно, очень сильная. Вот кого нельзя, Тэму Виркало, Русканин, Матио, Манио. Все они здесь будут выступать, да, все эти ребята. То есть все и чемпионы Европы, и мира, вот еще, вот Олимпийские игры. Супершкола в метании Капья у, конечно, у финнов. И они показывают потрясающий результат. Да, за 80 метров это у них считается обычным результатом. И самое интересное, что действительно они выступают, тот же Терра Петкомяти, Русканин. И вот именно в Финляндии все соревнования пытаются пропагандировать метание копья. И все они выступают на своих домашних соревнованиях. Да, у них вот в Юваскеле очень популярно соревнование метание копья. Так все съезжают к Ортоне. То есть очень популярный этот вид. И у них даже честно, после Цюриха, когда Русканин и Терра Петкомяки завоевали медали, у них прям был, у них такой есть матч со шведами, очень популярный. Такая битва прям принципиальная. Она в сентябре всегда проходит. И как раз там участвовали чемпионов Европы. И стадион полный был. Чемпион Африки Ихаб Абдалрахман из Египта. В 85-44 в Рабате мы его видели, показывали мы этот этап. Метнул он. Вот сейчас была его попытка. Очень мощный метатель. Ну что, за 80 метров, 84 метра где-то попытка-то, между прочим. Очень приличная. А не дошел, сколько обратите внимание? Нет, ну сейчас он на грани за стопу сделает шаг. Да, да, покажет. Потому что кто у нас Петкомяки метает, падает все время. Да, да, да. В 83-63. Вот Русканин. Чемпион Европы. Хороший. Анти Русканин. Трибуны в восторге. Чемпион Европы 2014 года. Выиграл он в прошлом году в Цюрихе. И третий он был на Олимпийских играх в Лондоне. Сейчас он обметал. Абдул-Рахмана. Сейчас он должен выйти на первое место. Но после него будут Ари Маннио и Тера Петкемяки еще метать. Это национальный вид в Финляндии. Поэтому мы с удовольствием его посмотрим. Хоть здесь наших ребят и нет. У них даже это школьная программа. Такие детские копья, они пластиковые. Они уже метают, учатся. Уже каждый должен обязательно не мяч, а гранату. А вот именно копье. Как настоящий викинг. Что касается детской легкой атлетики, то буквально на днях стало известно, что детскую легкую атлетику с этого года включат в общеобразовательные школы. И там будет урок в легкой атлетике. Такая у нас замечательная новость. Добилась наша федерация легкой атлетики. Что вот урок по легкой атлетике будет теперь во всех школах общеобразовательных. Ари Маннио. Ари Маннио. Тоже 86-62 у него. Третий он был на чемпионате Европы 2012 года в Хельсинки. У себя на родине. И сейчас тоже за 80 метров. Тоже за 80 метров совершенно. Я думаю, что сейчас он будет третьим после Абдельрахмана. Терра будет, конечно, тяжело после Чебоксар. Все-таки перелеты. И там 84. 44, да. Он там метнул, выиграл. Красивое очень у него было выступление. Вообще высочайшие результаты были показаны в Чебоксарах. Очень высокие результаты. Да, очень много национальных рекордов. И именно сезон-бест. Европейских рекордов. И рекордов чемпионата. Лучшего сезона. Один даже результат. Анита Владарчик показала. Лучший результат мирового сезона. Вот 82 метра 1 сантиметр. Молот там вообще сильный. Всегда. Вот теперь Тера Петкемяки. Вот он упал. Ну, посмотрите. Он все рассчитывает до сантиметров. И 85. 85 с небольшими копеечками, как мы говорим. Он сейчас выйдет в лидеры. Настоящий профессионал. Даже Чебоксары его только вдохновили. Тера был чемпионом мира в далеком еще седьмом году. Вторым он был, кстати, на чемпионате мира в Москве. В общем, он как-то возрождается сейчас. Такое второе дыхание прямо у него началось. А этот сезон он просто блестяще проводит. Если бы, конечно, не Юлиус Йего. Да, это, конечно, феноменально просто. Еще учитывая, что он из Кении, это просто как викинг против кенийский зулус. Или как они охотники. Напомню, что в Бирмингеме кенийец метнул копье на 91 метр 39 сантиметров. Там, конечно, все были в шоке. С нашим пейсмейкером, что ли, он здесь выступал. Кот Виркала. Тиму Виккала. Еще один финский метатель. Имеющий результат за 80 метров. А личный рекорд у него очень высокий. 87 метров 23 сантиметра. У Пауа Нурми, кстати, рекорд, личный рекорд на 5000 метров был 14,28,2. Сейчас ребята, конечно, бегут гораздо быстрее. Но он бежал, не забудьте, погаривай дорожки еще. Шиповки немножко не такие были. Он и кроссы бегал, все у него. Далекая, кстати, попытка. И, судя по всему, Виккала на второе место выходит. На второе место выйдет, да. Дальше, чем 84 метра, да. У меня небольшое рекламное объявление, которое мы обязаны зачитать. Телеканал Евроспорт-2 зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-59,2 шиповки. Как вот у нас на Мемориале Знаменских, на длинных дистанциях, специальный приспособ присуждается. Так, ну, смотрите, тут за 80 метров просто, ребята, Ариманию, еще один бросок за 80 метров. Очень плотные результаты. 8508 терапитки-мяки. Да. Тиммия Веркала. Установил личный рекорд в сезоне 84-39. Да. Хотя у него лично это высокий, но в этом году он 83, за 83 метра металл. В общем, 6 человек за 80 метров, уровень метания копья очень высок здесь. Хорошего чемпионата мира или Европы. Да, да, да. Ну, суперзвезда, легенда финской сборной Тейра Петки-мяки. Ну, куда? Нет, этот результат похуже. Первые попытки. 83,5. 82, 83. Ну, вы понимаете, идет метание копья, и все остальные виды нам будут показать факультативно, пока проходит метание копья. Да, 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 все другие виды не существуют. Напомню, что в прыжке в длину по-прежнему год 3 Макоэна, 7,91, уже прошло 3 попытки, 4 попытки. Заквиссер 2, 7,82 и Хенри Варанин, 7,79, но с ветром 3. Ахаб 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 выполняет свою третью попытку. за два за 85 метров сейчас создает и драга пятки мяки может угрожать сейчас испортит все карта финским копиметателям да пока решил увидел победил до 8550 этот результат и он выходит в лидеры это лучший результат его в сезоне он обыграть обыгрывает в третьей попытке и терапит кемяки тема виркала и анти роско не на поэтому но сейчас будет самое интересное начнется терра так не сдастся так зажался конечно но приходится тут зажиматься нет в этой попытке не получилось но есть еще будет две попытки у него замедленная показывает у него стопа так сильно вот отходит что мне всегда кажется как вот он ее не травмирует нет травм вот потому что действительно она так на грани да 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 сейчас мы видим у него там все это растянуто а вообще так нормальчик подвернул бы ногу мне к несомненно видно что сидят в куртках зрители поэтому холодно холодно сидеть то конечно холодно особенно на трибуна тебя видим полные трибуны да никто не уходит но это событие в городе год ждали но почему-то ему не пишут на протоколах у него личный рекорд был 775 может быть ветер превышал там по моему с ветром у него было превышение поэтому да у него был ветер да и поэтому это как личный рекорд не засчитывается ярослав жилик чешский спортсмен чешская школа метани тоже очень славится вспомните яна железного барбару шпатакову поэтому тут уже салфаре сел и веселы ярослава лучший результат в этом сезоне 78 метров 6 сантиметров практически до его личный рекорд да он практически по своему личному рекорду вот метает абдулрахман по-прежнему здесь лидирует пока финны проигрывают держат всех в тонусе а рима не есть шанс пятая попытка ну что вот но не хорошая попытка но не лучше на шестом месте сейчас он должен сдвинуться ну на какое место переместился на рим как наверно его лучший результат вообще в сезоне будет тоже 83 83 83 83 он на пятом месте томас трехлер германия уже неплохо очень хорошо он улучшает свой результат у них как эффект они волну поймали и у них 85 36 в сезоне прошлом году он дважды выигрывал этапы бриллиантовой лиги в цюрихе и в глазго в острове в этом году он показал 85 36 82 94 да но он улучшил свой результат здесь но недоволен пока статьи катарина бронитовская полячка 4 13 67 третье место анти русскими русскими нет ничего не получилось у него в этой попытке ну и когда попытки такие неудачные ребята заступают мы уже говорили чтобы не засчитывать результат который бы они не хотели видеть у себя в протоколах тему виркала он пока идет третьим с результатом 84 39 в этом сезоне лучше он еще не металл у них свой такой национальный чемпионат да им отбираться ведь на чемпионат мира надо три места три места только терра был второй на чемпионате мира назад поэтому поэтому вайлдкарт у них нет три человека у них едут итак 83 метра 12 сантиметров он недоволен своим результатом петки мяки второе место пока у него ему хочется при своих болельщик в одно место просто метает терра понимает что пока он остается на втором месте но у него будет еще одна попытка а если у тебя есть одна попытка татьяна до туда ты не проиграл вы часто выигрывали соревнования в последние в шестой попытки ну много было раз так и причем до сих пор я не могу понять это какое-то стечение обстоятельств потому что понимаешь с одной стороны уже все без права на ошибки и запасы запасе нет попытки с другой стороны и давление ответственность что вроде ты как будто лидер на тебя все возлагают надежды и какая-то вот заслонка наверно открывается в небе ты так понимаешь что все право на живу не отдаешь тебя как-то же в руки судьбы что ли но при этом ты должен сделать завершить свое дело и как-то на думаю это благодать наверно приходит потому что объяснить что вот сказать это только характером умением навыкам я не могу так сказать это все-таки какая-то вот удачей удачи и в порту на везение она тоже присутствует правильно прожитые годы говорят везет сильнейший может быть так так вот конечно по телевизору не показали как лагард и крестовым метро схватили шубенкова и просто окунули его в яму для до степель чеза там нас уже алексей дмитриев свое время побывал на чемпионате мира да когда был вторым аримания хорошо метро они прям чеканят по 83 84 метра да я думаю сейчас 84 с копейками с небольшими будет туари манина манио и но достать пока терапитки мяки и был рахман он не может шестая попытка и аримания 83 73 в этой попытке и он на пятом месте нету не улучшил результат но тем не менее по 83 метра у него две попытки и за 84 попытки это конечно томас рейлер наверх задрал да да очень задрал копье туда в небо и выпустил высоту мы надеемся на возвращение дмитрия тарабина на жалза маша абакумовой ребят мы вас ждем мы вас любим и надеюсь у вас все получится все будет хорошо это никто нибудь сказал даже не я татьяна лебедь она то знает нет они энергии у них не занимать поэтому они справятся внутренне отчаянно накапливается и конечно здесь большой ролик должна играть именно окружении семья друзья тренер который понимает что они все-таки верят тебе они тебе как-то мотивирует и постепенно постепенно так выкарабкаешься из такой ямы поэтому здесь конечно большую роль должны играть именно друзья антируссканин металл сейчас копьё тоже желание видно у всех большого числа копье она не требует такой зажатости там тоже вот мария бакумова она вот у нее на чемпионате мира москве не получалось а потом поехала в берлин и там за 70 метров метнула и по таки пошли соревнования она раскрылась и она говорит я просто наверно сильно хотела и вот он перед публикой вот такое желание а здесь нужно чувствовать копье она такой вот именно чистый прухи вот это пер и силы не возьмешь здесь нужно как бы понимать и уметь договариваться что ли с копьем что вот она у тебя полетит мягкость какая-то быстрота в то же время и с головой со своей наверное надо договариваться что вот как-то не успокоиться когда ты понимаешь ты вся зажата вот вы стоят и опыт это поэтому нужно чем больше ты стартуешь тем больше ты набираешь опыта и чем больше ты на крупных соревнованиях как как проигрываешь там выигрываешь это все накапливается то есть если как бы ты сильно готов не было и выходишь на срок такой крупные соревнования конечно там затрясет и коленки начнут подгибаться и все руки и все такое ну это совершенно нормально но именно через соревнования там даже нельзя говорить что форма именно ты как раз уже чувствуешь соперников на уровне вай фай это и не так уже их боишься ты просто настраиваешься на показать тот навык то умение которое ты все время делаешь и все и а именно как зрители они тебе наоборот поддержат когда ты так чувствуешь наоборот адреналина не хватает они как раз тебе стимулируют вы выступали часто в россии но я выступала как были соревнования если они в календарь у меня входили именно как я имею виду по зрителям помогают зрители или наоборот понимаешь такую ответственность и что на официальном старте когда чемпионат мира зимний был москве конечно в 2006 году то конечно я понимал что приехали мои мой первый тренер вот он вот он победить или последний заключитель из 8 метров где-то дыра пятки мяки сейчас показывает оказался кири еще раз подтвердил что он легендарная личность свое мастерство подговорят всегда в последней попытке иногда отбук понимать что ты немножко устал вроде желание сильное и ты отпускаешь как-то все вот так вы более свободно все делаешь и прыжок от особенно технические виды получается вот далекие нужда это он все видно был прямо так как-то под зажимался а тут пришлось напрячься все-таки стадион твой дом финны сидят тебя поддерживают это мне кажется это мне кажется очень тяжело мне кажется лучше выступать где-нибудь не дома но такое тоже есть кстати когда ты все время если выступают за границей а потом приезжаешь все понимают что все ждут только победы второе место уже не рассматривается обратите внимание на результат 89 09 и конечно он очень доволен он находится в феноменальной сейчас форме если я гумитну вот 91 39 это как-то его один старт и близко он не подходил то под ким петки мяки он улучшает от старта к старту соревнования и 8909 это очень высокий результат вы можете себе представить это рекорд стадиона здесь кому принадлежит сейчас я вам 8-8 62 это было сезон бест 88 метров 10 сантиметров был рекорд стадионом в 2000 году он был установлен ким аки парвене на парвене да и теперь у него новый герой два рекорда сегодня стадиона мы видели я думаю организаторы довольны от довольно особенно этим рекордом я думаю что они ставили на петки мяки сам собрать действительно сильный состав чтобы вот именно такая борьба была ну абдельрахман 6 попытки показал 84 36 они это тоже хороший результат тоже очень высокий но петки мяки просто на высоте 8909